Изменения в областной закон о тишине и подготовка к предстоящей всероссийской переписи населения стали основными темами на профильном комитете ЗАГС Собрания региона. В первом чтении парламентарии приняли ряд документов, которые вносят поправки в областное законодательство. Подробнее расскажет Дмитрий Белькевич. Чуть меньше 50 миллионов рублей получит Новосибирская область из федерального бюджета на проведение всероссийской переписи населения. Эти данные озвучили сегодня на заседании комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению областного ЗАГС Собрания. Провести перепись должны были в этом году, но в планы вмешалась пандемия. В итоге дату перенесли. Были внесены изменения в федеральное законодательство и соответственно мы вносим изменения в свое областное законодательство. Таким образом перепись населения будет проводиться с 1 апреля по 30 апреля. Предусмотрено увеличение для мест труднодоступных, где затруднено движение транспорта. Впервые будут использовать планшеты. Кроме того, у новосибирцев появится возможность пройти перепись самостоятельно через портал госуслуг и в многофункциональных центрах. Предварительные итоги будут подвинены летом 2021 года, более точной осенью в октябре и до конца 2022 года итоговый расчет. И мы получим качественный состав населения Российской Федерации, Новосибирской области с большим перечнем параметров. Это, конечно, позволит в дальнейшем в том числе и улучшить показатели по прогнозированию, по каким-то показателям социально-экономического развития. По словам министра Решетникова, ежегодно область перерастает в среднем на 10 тысяч человек. В СФО это лучший показатель, что говорит о высокой привлекательности региона. Меж тем парламентарии обсудили сегодня еще ряд поправок в областное законодательство, в их числе изменения в региональном законе о тишине. Ранее так называемый час тишины с 13 до 14 распространялся только на многоквартирные жилые дома. Сейчас он будет распространяться и на территории огородничества и садовых обществ. То есть именно час тишины. То есть ранее, как было в ночное время с 22 до 7 утра запрет на шум, так он остался, он распространяется на все территории. А вот именно час тишины, он стал теперь дополнительно распространяться еще и на садоводческие общества. Кстати, с апреля этого года наказать шумных соседей стало проще. Региональное правительство и МВД подписали соглашение. Теперь протоколы о нарушениях рассматривают не административные комиссии, а полицейские. Особого всплеска жалоб граждан с тех пор не произошло. Однако после вступления нынешних изменений в силу, количество выявленных нарушений все же может вырасти. Дмитрий Белькевич, Александр Егоров, Новости ОТС.